здравствуйте друзья и подписчики моего канала в этом видео хотел поговорить на тему какой вариант электрического питания лучше использовать для от электродвигателя постоянного тока в моем случае это китайские движки от типа 775 и поскольку начинающие новички могут думать что достаточно взять любой блок питания который хотя бы соответствует по напряжению и помощности ну и подключить к этому самому движку а регулировку воротов достаточно делать путем изменения напряжения но так думать не совсем правильно и в этом видео хотел показать как будет лучше сделать это самое электрическое питание для таких движков и так своих делах и я сказал я использую эти движки rs 775 китайского производства которые в зависимости от своего типа имеют мощность где-то там от 80 до 300 ватт которые также различаются напряжением питания ну и количеством оборотов если вот на такие станки я обычно ставлю движок с питанием 24 вольта ну и мощностью порядка 80 ватт с количеством оборота 8000 в минуту то получилось так что несколько движков я заказал такого типа но они оказались чуть мощнее и гораздо большими оборотами не 8000 18000 ну как бы на это внимание особо не обратил а для сравнения вот этих движков давайте включу и покажу в чем разница итак возьму такой блок питания который я как раз и использовал для 80 ваттных движков также буду использовать шим регулятор для регулировки скорости вращения так беру электродвигатель на 80 ватт и питаю его от 24 вольт и смотрим как он работает ну и по жужжанию можно было определить примерно вот его скорость где-то до 7000 оборотов в минуту может даже меньше и вот такой скорости допустим для такого станка для использования в роли пилы его как бы вполне хватает а если взять этот электродвигатель у которого 18000 оборотов и как бы внешний вид он имеет точно такой же и особых отличий нету внешних но если его подключить и посмотреть как он работает тут как бы разница явно ощутимо даже вот по звуку что он при питании 24 вольта практически он взлетает и вот такой движок я попытался сюда поставить ну и запитать его от блока питания от которым питают 80 ватные движки и для этого станка оказывается этот слишком большие обороты станок начинает практически разрывать от такой большой скорости и получается что при покупке и обязательно нужно учитывать и мощность и скорость и величину питания даже несмотря на то что внешний вид может быть абсолютно похожий это касательно таких китайских движков там у них разновидностей много rs серии 300 и 500 и 700 и и так далее в общем если будете использовать эти движки то на месте покупки желательно проверять его вот как он работает причем один движки хорошо сбалансированы и при работе они не дрожат не вибрируют жужжат сильно а дешевые варианты которые продают в большинстве случаев они несбалансированные ну и при работе не слишком много шума как минимум издают а так из-за этого вращение патрона ненормальное но вращение идет с большими вибрациями так что на этот момент обязательно внимание обращать от при покупке их но что касается самого питания то мне уже было видео о том что использование регулировку оборотов с помощью величины напряжения то есть делать больше или меньше напряжения которое подается на движок это не совсем правильно поскольку от 0 до 50 процентов или до 70 процентов будут происходить большие потери мощности но и крутящего момента то есть если мы нападем напряжение и начинаем уменьшать его чтобы снизить обороты тоже после 30 процентов от максимума вот эти потери начнут все больше и больше проявляться и лучшим способом регулировки будет все таки использованию специальных плат от шим-регуляторов допустим это вот у меня плата на 10 ампер с максимальным напряжением тут по моему до 40 вольт если не ошибаюсь но и поместив такой простой корпус уберу такой универсальный блок питания которым я много раз уже говорил который может выдавать ток до 4 с половиной ампер но и напряжение до 24 вольт семью шагами от 12 и вот такого блока питания и 10 амперного шима хватает для питания от 80 ватных движков и вот это питание просто отлично для них подходит но если же вам случайно попался вот как и у меня вот такой высокооборотистый на 18 тысяч оборотов в минуту и который может ток потреблять аж до 10 ампер то конечно такого блока питания его будет недостаточно да и да и напряжение 24 вольта это для него много чтобы его использовать допустим в таком станке или подобном и чтобы такой шустрый движок нормально работал на таких станках мне для него пришло взять отдельно блок питания который предназначен для светодиодных лент выходное напряжение 12 вольт которое можно чуть больше чуть меньше делать тут подстроечным резистором данный блок питания выдает 10 ампер взял шим регулятор запасом тут вот этот уже на 15 ампер у меня с максимальным выходным током и поскольку чтобы снизить обороты сделать его более нормальным для такого станка я его буду питать от напряжения даже не 12 а там чуть меньше там на 11 но насколько получится занизить может даже до 10 опущу ну и для правильной регулировки от скорости вращения опять же буду использовать шим регулятор и в итоге в целом что можно сказать по этой теме для новичков касательно питания таких движков рассчитаны на постоянный ток вначале проверяем характеристики своего движка обязательно а именно при рабочем напряжении какого количества оборотов чтобы их не было слишком много максимальный ток рабочий при максимальной нагрузке на вал конечно чтобы не было чрезмерной перегрузки допустим вы замерили что ток не поднимать там допустим выше 3 ампер ну для 3 ампер или даже для трех с половиной который потребляет движок вот такого блока питания на 4 с половиной ампера будет вполне достаточно чтобы не было потери мощности особенно на маленьких оборотах то обязательно используем шим регулятор в роли регулировщика и не используем регулировку по напряжению поскольку она не эффективна и имеет значительные потери от по мощности крутящему моменту если вы как и я вот обнаружили что движок потребляет гораздо больше тока аж до 8 ампер и слишком шустрый то есть имеет большое количество оборотов то значит приобретаем блок питания на более низко напряжение уже питаемого не от 24 вольта 12 или даже чуть меньше то 9 10 или 11 вольт ну и при этом у блока питания должен быть запас потоку опять же не менее 25 процентов а лучше больше там половины запас и опять же ставим шим регулятор который также потоку должен быть запасом и в этом случае ваши движки особенно вот такого китайского производства будут работать правильно и без потери мощности и крутящего момента так что вот эти моменты обязательно учтите и тяну и приобретайте как правильные движки так и правильные источники питания под них но на этом пожалуй все кому понравилось видео ставим лайки подписываемся на мой канал ну и ждем новых видео всем всего хорошего пока